Всем пострадавшим необходимая помощь будет оказана в ближайшее время, заверил глава Чувашии, приехав в поселок Туфси. Михаил Игнатьев побывал на месте ЧП, где ведутся работы по разбору завалов. Провел рабочее совещание с членами правительства и местными руководителями. Встретился с жителями разрушенного дома. Органы власти не наблюдают. Органы власти беды и беды. Соответственно, каждому человеку, в отдельности каждой семье, будет оказана и моральная, и материальная, и посильная помощь. Все службы сработали профессионально, своевременно и оперативно отреагировав на чрезвычайную ситуацию, отметил глава Чувашии. Сейчас необходимо также оперативно решить вопросы оказания материальной помощи и обеспечения жильем пострадавших. Было прописано в этом доме 49 человек. На момент взрыва находилось 42 человека. Из них два человека после дружбы вытащили доставлены в больницу. Черняков Андрей Владимирович, 73-го года рождения, и Алексей Михайлович Дмитриевич. И в 65-м году рождения, да? В 65-м году рождения, и два человека умерли в педагогах Александра Валиновича. 96-го года рождения, и Алексей Михайлович Дмитриевич, уважительно. В результате произошло уже в 60-м году рождения. Семьи погибших получат материальную помощь до миллиона рублей. Этот вопрос решен. Средства в резервном фонде правительства есть, заметил министр финансов Михаил Ноздряков. Кроме того, предусмотрены социальные выплаты. 50 тысяч тем, кто частично лишился имущества, 100 тысяч, если оно уничтожено полностью. Это, кстати, еще предстоит выяснить. Пока полицейские спасатели из соображения безопасности не разрешают жильцам заходить даже в уцелевшие квартиры. Проводится охрана. Побед охраняем. И будем проводить, пока граждане, жильцы не разберутся с твоими вещами. Круглосуточный дом охраняет этот дом. Как только имущество будет вывезено, вынесено, ну, так что уже будем действовать по обстановке уже с теми, кто будет заниматься разборкой дома. Судьба пострадавшего дома уже решена. По техническому состоянию, по своему опыту, по тем подвижкам, которые произошли на сегодняшний день на другом подъезде, дом практически в восстановлении не подлежит. Пока спасатели разбирают завалы, службы жизнеобеспечения восстанавливают газоснабжение близ лежащих домов. У них тоже большие проблемы. На данный момент есть сложности по обеспечению теплом близ лежащих домов. Это три дома. Два многоквартирных и один малоквартирный. В одном многоквартирном доме тепло и газ запущены, они уже сделаны силами чувашьего сеть газа. На другом идут восстановительные работы по переносу газопровода, который, к сожалению, располагался на торце существующего дома. Я имею в виду газораспределительный пункт, который разрушен. Поэтому на сегодняшний день чувашь сеть газ выполняет работы по временной или постоянной воздушной схеме подачи газа. Эти работы, по заверениям генерального директора, должны быть закончены до конца светового дня, но, во всяком случае, в 18 и 19 часов. Что касается обеспечения жильем тех, кто остался без крова, а таких 18 семей, рассматриваются несколько вариантов. Михаил Игнатьев подробно разъяснил. По желанию, люди могут получить квартиры в госжилфонде Чебоксар, Цивильска и близлежащих населенных пунктах. Правительство готово выкупить их у застройщиков по среднерыночной цене. Либо пострадавшие могут вернуться на прежнее место, где к 1 октября будет построен новый жилой дом. Мы готовы, значит, за короткий промышленный времени начинаем проектирование. Поручение получили. Мы в течение 6 месяцев построим здесь для 18 семей новый многоквартирный жилой дом, и вы будете обеспечены к 1 октября достойным жилем. Глава Чувашии также удостоверился, что горячим питанием обеспечены не только жильцы пострадавшего дома, но и спасатели, полицейские и сотрудники служб жизнеобеспечения, работающие на месте аварии. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика, поселок Тувси.